Запрещать героя. Очередь сил тьмы запрещать героя. Очередь сил света запрещать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Очередь сил тьмы выбирать героя. Очередь сил света выбирать героя. Очередь сил тьмы запрещать героя. Очередь сил тьмы запрещать героя. Таска! Продолжение следует... 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 crazy очень уверенно драфт начинают им сейчас закрепить можно доказать центр поставить я очень надеюсь что это не инвокер они прям спамят этого инвокера инвокер кстати в последнее время как-то не особо заходит у нас в америке но в патче у него по-прежнему остается достаточно высокий винрейт там под 60 почти процентов то очень много для инвокера 58 с половиной но последние дни не радует инвокер они его продолжают продолжают брать посмотришь китай там раз пятилетку инвокер появится в снг тем более не знаю почему они так цепляются за этого инвокера я вот думаю против копы пак неплох смотрится ладно они спасли тебя они взяли кентаврова написала и в личку попросил не пикать кизу дк дк под вопросом все еще можно в центр ставить против копы он вообще не боится он ее перефармливает интересно будет тогда посмотреть что энви собирается делать он любит через даггер играть в максите вот там в 3 хотя бы все равно придется макс через стрим ты же не будешь через скрим играть ну с кримом ты фармишь хотя бы быстрее в лесу дк ты все равно не заплюешь до смерти хоть в 10 его вкачай ему без разницы но сейчас вот от четверки зависит если появится какая-то ромишь четверка shadow strike придется вымакшивать то есть там будет какая-то перспектива драгонайта загангать герой на для снайкинга были по идее сейчас должен быть закрывающий будет укрыть хотя вот обычно в такой ситуации могут и коры еще одного забрать или нужен оффлейн для мизери знатный фурион подъедет волк верно волк для мизери в оффлейн играл ведь практиковал так на саппорт и есть есть миндер есть кэрри нужен герой оффлейн думаю кто может исправить ситуацию вообще посмотрю легионка есть сейвы из поду или нет берста хватает для клоудов имеется да можно поиграть через активного фуриона пушить с чем нам сын кинг пожалуйста под винтер с кёрс комбинация под квапу там такие тимфайты можно устраивать гирокоптер еще накинет сверху и вариантов здесь очень много приличных а будет будет doom где doom doom мертворожденный нет героя понимают что эти такого все забыли уже никто не знает как он выглядит что он делает аганим покупает ломает пассивки убивает да думаю очень мало пик это там патч 12 появлений 25 процентов винрейт не просто нет персонажа очень жалко убили хотя не так давно несколько месяцев назад был первым пиком первым баном в этом знатно подрезали я очень подумал я может быть лучше даже драга на это поставлю на легкую но зависимости от оффлендер который спит на клаван брапа против папы и против винтер верно что-то активное с магией потому что но на самом деле тимфайт пока укрейзи слабенький у них нет урона в драке они могут убежать они могут под стампидом там догнать кого-то но вот бить в драке носить урон массовый пробивать колдом прейс будет очень тяжело нужен кастер нужен нюкер урона реально мало там андерлорд купит слоты командные плюс хил чена там мека будет покупать какой-то pipe crimson бейте нас может быть там ситуацию раз какой-то спасет конечно урса норм но он тоже не дает прям супер урона он дает фокус по одной цели если хорошую линию и может быть где-то обеспечивает андерлорду плохой ленинг соответственно позже появятся слоты урса хорошо фирмами для скиттера пусть ко всему мне кажется даже не то чтобы прям сильно хотели крейзи но это было вынуждено решение вот но я бы не сказал что это легкая до урса там все еще если не в темп заходишь в эту игру то pit of malice сидишь там колдом рейсы там квапа шаду страйком тебя кайтят там тяжеловато играть мне кажется что вот мирана таск не лучшая связка саппортов здесь вот какого-нибудь бонюкера взяли хорошего это две четверки номинально до очень редко кто-то из них на пятую позицию становится ну и соответственно обоим героям нужны деньги оба героя деньги могут не найти на карте миране хорошо на пятерке да например мирана может где-то подрезать просто крипов чена соответственно с этого деньги мирана будет на линии где чем чем пойдет на легкую мирана пойдет сложно мирана будет работать как четверка таск будет играть на пятерка я не других вариантов вообще не вижу миран должна искать чена пятерка таск это конечно так посредственно на линии сурсы против андерлорда который просто придет и закинет фаер шторм на самом деле они андерлорда и убьют еще при желании то есть дабла такая способная убивать потом просто по дистанции этот таск не накопит ни на что здесь весел наверное будет покупать вообще мирана но таск на расходник где-то и таска будет наверно покупать мира не проще будет накопить мирана лучше фармит лес мирана забирает кипов чена мирана и кто-то тоже грамм 1 айтем и кто-то должен покупать в этой игре медаль q и у что не подобное если это не делает миран то не делает никто кентавр не купит медаль тебя на команду влад мирская речь даже не купит больше никому не знаю друзья драфт интересные весьма весьма интересные драфта получились я не могу сказать что я прям доволен пиком crazy покор героем вроде все в порядке но урона маловато и саппорта в этом плане тоже не особо помощники пятерка таска это тоже странная достаточно штука cloud night понадежнее здесь не хватает тимфайта у них очень хорошей комбинации у них и герой оскалируется в лейт достаточно крепко по пику получилось хоть и вы предугадали последний пик видео урсы но он не решает всех проблем конечно здесь на сноуболе скитер может заехать он умеет это делать это будет скорее всего урса с мамом с вангуардом башером с бкб вот такой урса здесь может конечно прям вливать импакта ну главное вот быть в темпе быть вот что называется в тренде потому что где-то герокоптер там аганим попробует быстро выхармить он будет перефармливать урсу урсу надо будет сражаться если драки первые складываться будут неудачно урса может темп не попасть и проиграть просто по фарму герокоптеру а камбэчить уже будет трудно чем есть нюансы друзья есть нюансы пока у нас крипы не встретились на линии хочется напомнить друзья что наш партнер паре матч подготовил для вас бонус который доступен под плеером нажав на баннер перейдя по ссылке который вы этот самый бонус можете забрать пользуйтесь ну и конечно же отдельная благодарность еще одному спонсору и одновременно партнеру этого турнира монстр энергии монстр энергии дает заряд бодрости оу какая стрела сна и кинга могла попасть сна кинга нападает сна кинг артик бёрн на развороте контроль баунтирун где команда crazy забирала уже два и тут cloud nine все-таки свою вторую тоже забираю таки по 2 получилось что неужели надолбит реплое останутся на фаба не боюсь мизере реально сложно будет мы даже 2 2 будет не просто здесь пошли избивать очень приличный урон ему наносит мизере это пассивкой мизере убили это гениальный мув был от мизере ответили как он побежал от двух сфортов поближе курсе чё спортом то враги отдавать это и снайки cloud nine решили тут начать играть да вот таким образом интересно ладно понял понял как говорится принимаю cloud nine флешбеки ловит с первых дней вспоминаю да с чего начинали да ну там было видно что они вспоминают на пике квапы центр к по триггер то когда получается было удобно получиваться причем обычно как это проходит мизере а тут убить его после тпшки сейчас а из-за первого уровня не зарезли не в 2 секунды только сможет прыгнуть нет да это было очень опасно но вот если купили сейчас то просто безговорочно выигранная линия была вот если сейчас бы убили андерлорда ну и тут главное еще до вторых уровней доживут и будет явно проще здесь надо выпуливать что-то пытается этим заниматься монминдер конечно снайкинг постарается помешать или не отпушил сейчас мизере будет получать экспу стану что верно это экспу не хочет получать очень странно можно было остаться андерлордом все-таки на двоих героев взять второй левел ну куда проще было бы и помогать андерлорду он еще одна пачка идет вывести и тоже не смогли поэтому с этих вот четырех крипов должны получать срус еще пытается доноится тут активно 10 на 2 начинает конечно здорово все взяли 2 левел есть спинтер бласт теперь попроще мизери фаер шторм пассивка скитер не стесняется использовать постоянно свой аршок для того чтобы добивать крипов ренджевиков допустим чтобы не добивал андерлорд в принципе грамотно так вот там интересный маневр от ауи стрела летит точно в кого конечно же финал пэйн не в качен блинк не блинк не вкачет ну обычный против драгонайта ты не качаешь блинк потому что она тебе не надо это логично но ауи стрел на стрелу засадил ауи на импакте друзья начинают здорово крыль к улера подрезал до начала вообще потрясающе на всех линиях хорошо гирокоптер безусловно там что-то получает на гирокоптер 1 гирокоптера здесь осилят если только он сильным слайда выйдет артик бион скитер в атаку пошел приходит мун миндер скитер много второго потерял не всего лишь три стика сплинтер бласт получает опасная игра в шок надо отойти до какой-то хилка есть хилки нет надо теперь под хедреской регенец удолжил сплинтер бласт скитер танго ест о кд линия запушилась но уже забоится выйти на линию потому что могут убить на и крипов дунает приди у нас приятно спинтер бласт еще один вот такие вот расходники здесь очень сильно решают кто сколько их закупил кто их с какой периодичностью носят на линию потому что нет сразу хилки и перед лицом скитера просто крип и дохнут и он ничего с ним поделать не может и по крепстат начинать немножко проваливаться такая история то возвращается и в центр неприятно но бутылка есть два варда дали ничего себе это будет сам бардить бегать по карте что-то так ты много дунаю кстати войны несмотря на то что вражеских клипов он добивал не так много вот дунает прям прилично убрал все два брейсер конечно здесь его не пробить если вы не убить идеи там с макшенными шаду страйками они тоже работать особо не будут единственное что вот брал у сапоги ничего себе раз можно попробовать чем он миндера кинг не там не ман ничего была бы мана бласт бы закинул может получилось бы хилки 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 возвращаемся к этому вопросу хила нет из-за этого размены получаются некачественные кентавра 19 на 7 гирокоптера 20 на 8 нормально фармит стрела летит мимо вы там пытается найти пайлайдая пайлайдай пенитанс на развороте так не работает купил кстати горячий он себе блайтстол пятая минута руны по 2 должны будут забирать я вкачал blink где баунтиру на собрал для себя то что необходимо ну и два брейсера драгонайта вообще ничего не боится драгон блат взял в 3 шансов убить строка на это в соло за еду из них никаких вы честно говоря с перемещением какого-то саппорт тоже не похоже то что драгон айди сильно пострадает вообще идея убить драгон айта здесь она такая висит в воздухе да потому что ой стрела летит точно катапульта прогнать форму слушай будет пуш или что придумал какой-то есть у нет делал еще сыграл как он дал блик а потом скрин пустоту кнопки перепутал и она и на клапе ассигнат дурочку подзарядил такси драка зажали шардами там петух мали стоит под ним драться неприятно еще пар что надо конечно разбегаться мизерии урона очень много по 130 такие контакты явно не войдешь да тут надо бландер лорд убивать сразу вот тогда когда он пришел после телепорта пока может быть по сноуболом снахинга спинта бас неплохой на вас таких не должен уходить здесь скидок конечно как рипа сейчас снизу пропустит мой фраг надо сделать определенно а еще и cold embrace этот фраг явно того не стоит вообще не стоит чем он мид разобрал скитер просто теряет фарме брайл почти вышку спушил в центре и тяжело конечно стоять здесь против драка на это не сделать но хорошо тавра вот с первого с первого применения драгон формы не будет уничтожен приходит у нас сюда в интервивер на будет н обузить бутылку за обузили полный порядок как-то помогать надо с помощью трудно брайл по классике спт возьмет себе ну вот интересно да все таки что это за билд надо ли здесь покупает папу перетянули на топ там будет ганг sonic wave эх не попадает по саппорту помирание но зато убили кизу уже хорошо причем энви не тратил для этого т.п. и может вполне через т.п. сместиться обратно в центр и как будто никуда не уходил но зато помог сделать очень важно убийство код билд 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 брайла бутхуд покупать точно не хочется я думаю что тут забирать его с прокаста с магии будет трудно наверное надо какой-то блинк додумать находить нужные цели фокусить их прыгать постоянно помогать в урсе сегодня в китае ты когда комментировал там очень прикольно мэйби собирался через сию и одним глазом так посмотрел кстати предмет имеет право на существование когда драгонайт получается после первого мейджера вышел патч уже не помню какой там был по счету tnc практиковали драгонайт на кэре и у них неплохо получалось самом начале это потом у них результаты упали но не суть он они в смысле покупали на этом дк как раз таки мидас и потом сэнджин яшу когда вот нравился мидас потом от мидаса стали отказываться очевидно но сия это неплохое решение для дк выживаемость дает дает потенциал для драг дает дает быстрее фармит герой быстрее на порядок отличный предмет который почему-то не рассматривают если дк не стоит в контроле а сия позволяет этот контроль переживать то совсем хорошо прекрасный предмет на дк мне кажется и не самый дорогой альтернатив видишь много тут куча вариантов и какой из них правильный вообще никогда угадать невозможно но мы сами про игроки тоже постоянно теряются какая шмотка на драгонайт 1 будет самый лучший вот оси тут плюс обрисовал но есть же там shadow blade есть блин что было барабан play ты обычно хочешь все-таки покупать для того первое его предназначение это потом грейдануть в сильвер чтобы ломать пассивки давай это не первый давай давай честно будем это не первое предназначение shadow blade это мобильность shadow blade это все-таки какой-то дополнительный прирост урон и ко всему остальному первую очередь она помогает тебе добраться до нужной цели на дк обычно вижу когда именно есть какой-то герой против хорошая пассивка по типам ресталбэк тогда да все просто же даст мобильность нападать посложнее грамотная команда с центрами тоже будет работать не знаю тут спорно очень вот я и говорю что вариантов много альтернативных очень много и shadow blade и барабан и blink dagger и сэнджин яш и бакабе первым артефактов но не худ но не рейдинс даже приобретают на драгонах рейдинс круто вариантов очень много поэтому зацикливаться точно одна сия не стоит надо подстраиваться нет цикливаться то это так просто смотрел как пробовали сегодня lgd тоже здорово зашло но мэйби там вообще до купил сэнджин яшу кристаллис купил за что такой dps с хорошей выживаемостью по драки летает поймать тяжело установить надолго вернее тяжело правил сейчас стянулся вниз пытается защитить вышку десятая минута но не знаю посмотрим конечно вы не уходит cloud nine таск на защите полетел колба улдау сноубол и спасонник вы его папа ошибается и андерлорд снизу погибает дальше сноубом за папой каш не доедут он доезжает до кирокоптера какая же критическая от команды cloud nine они готовили эту атаку они теряют трех героев и нрейд через аквапой энди блинка не 2 1 энди беги лети и улетел какой ужас какой провал ладно хоть законтролил здесь к обольдом и баунти руну уничтожил чтоб сопернику не отдать итоге 2 на 1 по баунти они ждали ты драки они ждали этой атаки они так провалились сноубол энди энди да это полный провал потому что сейчас и вышку не снесли и коров отдали фарме очень много потеряли и в экспе очень много потеряли там 9 8 8 3 топ левела слева справа 8 7 7 то есть по экспе там огромная разница 3000 и 3000 также по деньгам ну прям все хорошо у crazy один эпизод и как он ломает вообще выход mid game да уж вышка защищена спокойно фармит скиттер теперь уже на топе стандартный вам свой выносит ситуация более чем благоприятность часто crazy cloud nine получили достаточно серьезный щелчок по лбу как будем дальше тиснуть вот здесь появляется что дублей драгона точнее он планирует его себе сделать или нет слушать от купил может быть не чтобы кинша дома ли да будет shadow blade пассивка здесь только одна которую можно вырубить это пассивка андерлорда но я думаю что вот он скорее всего вот именно для мобильности взял этот айтем планирует взять что вариант рабочий тоже но альтернативы как мы уже выяснили были 3к перевеса команды crazy кизу делает себе худо дефайн сделал уже точнее то парнем дальше скитер будет фармить все фармит ситуация приятная добивает шмотки там кучу кучу шмотки побевал скитов хорошие стаки нейтральных все по выпивал просто cloud nine тоже нашли один спаун брайл вообще не парится фармит очень глубоко вражеской территории cloud nine сжались максимально сжались они вот где-то вот бегают под свои тир-2 не знают куда дернуться не знают куда пойти но кажется планируется атака вниз на кентавра ну не знаю там stamp it есть по тэшку уже собрана кентавром рядом вышка за спиной тиммейты по случаю могут прийти у них ультимейты все доступны неужели то то что хотят забрать неужели не хотят убить кентавра moonlight shadow от мираны сэндри сэндри хорошо винтер скиллорс тп будут то тп нажимается он так не успеет там пит нажал хут не нажал хут хут не смог да нажать не факт что он бы его спас там энви вот как так выжить ухилла чена snowball погоня погоня 2 блин 2 блин не уйдешь блин не туда ну вышку забрали минус кентавр минус вышка в размен на энви энви как-то там пти срезал что ли не знаю кого-то перехватить еще хотел наверное дальше в итоге не перехватил но отхватил кстати но хватил энви после этой игры перестанет любить зиму и не будет с детьми играть в снежки потому что таск все портит все настроение вообще полностью сейчас догнал до этого было еще хуже интересно когда энви разлюбит квапу многие фанаты уже ждут наверно того момента потому что ну откровенно говоря у энви скоп вообще ничего не получается вообще ни разу на турнире нормально не вышло с квапой я думаю что пора blackmail наверно ставить быстрый закуп по традиции пока пока какие-то очень оптимистичные саленцы планируется взять в лес заходят там фармит пайлайдай стрела летит а и на рошана просто просто рошан под дабл дэмэдж и mom overpower на единичку взят урса левел 11 сейчас чем прочекать конечно двумя маленькими големами а нет не прочекал он просто их отправил гулять но заглянул баврошпит что ли глянул но камон там же урса против себя в чем чем я не уверен что они бы тут могли круто подраться но все таки вот такую инфу до прочекать элементарно рошана не могли и в интерскерс был то есть можно было помешать но чем просто отправляет этих големов не знаю не контролит ими да даже не подумал даже пайлайдайв вот у него мысль в голове даже не возникло что урса может забирать ваша на 15 когда его на карте нет даже вот искорка какая-то не проскочила хотя играют против урса вроде не первый раз уже это у нас активно используются команды crazy можно было подготовиться анбонти руны здесь по 2 должны забрать и дает стрелу точно если бы был блин какой нибудь и дыка вообще не удивился если он запрыгнул туда в этой ситуации хорошо что чем сам впитал стрелу потому что положение не было так бы он отдал кого-то клип и ангел 5 бачу в чужом лесу брайл в инвизи он здорово говорит энви энди всегда так да вот от лула до пук чамба буквально откат одна карта то хайлайт не хайлайта выносит просто соперника вперед ногами то просто хватаешься за гол думаешь энди ну как так-то снизу атака на кизу стампид нажимает сетку получил ход нажмем вот-вот-вот я не может он в контроле да он как смысле не может он стопит успевает нажать а худ не то что значит не может по дорогу разменивают ну и вышку можно запустить на топе опасный king под хостой момента должен отпускать вал раз панч обить что испугался один был там мира на конечно подбегала два саппорта решили не экспериментировать захватывается ванпост снизу гирокоптер занимает гирокоптер доминатор купил боже мой я вообще не перестаю видимо удивляться команде cloud nine не перестану никогда этого делать он мидр шарты поставил себя закрыл должен погибнуть в размер должен состояться нет площадь чем винтерскерс неплохой собственно кентавр бьет дк потягивает склопа сейчас будет рассказ sonic wave по кизу кизу на транспорт нажал неудачная драка для команды 1 сейчас прошли и встретили весь зоопарк стало внезапно тяжело драгонайта здесь ставит центр драгонайта заканчивается форма брасфайр и дайр будут пушить подставились подставились я не понимаю эту игру вот я смотрю не понимаю я не знаю что делает cloud nine как они выбирают эти предметы что это за билды что это за перемещение и они при этом немного проигрывают они проигрывают река но доминатор на гирокоптер это какой-то next level это реально элита ну ауру собирают видимо да такие вопрос вопрос такой ребром пацаны нужен доминатор кто соберет я блейдмейл саре как был 1-3 андерлорг это у меня форстаф гирокоптер остается ему ты понимаешь да форстаф почему-то андерлорда вот так сразу не но было бы хуже если бы гирокоптер купил просто у вас есть ну это да ну там хурикин пайк можно было бы хотя бы тонуть пытается визри пробить пробили но здесь гирокоптер хороший дэмэдж кстати минус 2 так можно сделать тп например или нет сюда в мид помочь нет номера нападают миран алип крипы там пытаются догоняют мы горят в ноль станов мирану гангали обычно знаешь там чен обходит так крипами с той стороны а кого прыгает потом и таки кого по прыгает 1 и не оставляет вообще шансов по элайда ну то чтобы он хоть как-то зацепил нападение крипами на брайла посмотрим что по урону раз танчик где два станчик второй стан не нажал на кентаври не законтролил на втором кентаври был из бкб дальше верно делает сайт на самом деле терпит клада нормально ты правильно подметал что преимущество такое вот у крэйзи было уже даже было побольше и вот последние минуты минут пять наверное но в принципе преимущество не грейдится хотя было эгис файты выигрывать нормально не получается прям клада обосновались во вражеском лесу там завардили все стоят прекрасно тут у всех выгоняют все-таки обливаем ставку пил себе и саленс будет ну вот саленс на энви саленс на винтер биберли допустим гирокоптер бкб себе купит андерлорд заберет свой форстаф ну и что тут будет вырисовываться неплохой тем файта мы говорили о том что у cloud nine в принципе тимфайт неплохой выбираем мне здесь очень аганим был нравился на квопе бкб их и будут просто урон почаще драться хорош сильный дэмэдж по двадцатую нагло крэйзи идут в свой желез забирают аванпост и хотят за контроль тёпа аванпоста успеет и перехватить два героя могут успеть 9 не не успели или успели нет только от силы света забирают экспо баунти руны конечно по 2 будет в четкий тайминг рейзи сделали понимали что соперник не успевает даже два героя перехватить поэтому просто убежали хороший мув ждем следующего рошана пожалуй бкб шик вот этих слотов после доминатора на гирокоптере в чате написали осталось только блинк на квопе купить гирокоптер бкб но между прочим на самом деле у эйса фарм приличный 21 минута у него фарм хороший нормально об этом иногда у нас свали гирокоптеры которых 20 не покупали себе даже аганим ну или бкб а здесь бкб плюс доминатор нормально он топовый по деньгам он хорошо идет очень тут главное чтобы остальные не подкачали хизу на блинке обрывается в гирокоптера пока вы не успел нажать но есть форстаф мизери его вовремя купил как же он был нужен стампе дальше и надо отойти наверное команде рейдинг потому что там перехват со всех сторон идет копа ныряет копа пока без саленс правда дк стоит оп колд им брейс в гирокоптер а винтер верно сама-то встряла олл хилл винтер скерст там сноубол и колд а урса пошел бкб урса бкб пробивает у него башер есть а бьет ли да добивает гирокоптера копа прокаста урона не хватает андерлорд остается здесь нужно бежать все прокастовали ребята из клаут найн нет ультимейтов и сейчас будут падать вышки еще и перехватывает в интервью верну вал раз панч минус 4 как вообще погибли суппорты где чен так верно умерла боже мой твилоте чем номер посмотрели чем номер как он там оказался родной так вот кого там обходил какие поляны какие пути вообще выбирал для отступления через через врага решил пойти минова все прям вот так вот легко выигрывают тоги файт крэйзи не ожидал гирокоптер что вот такой вот бкб на урсе ой куда я не прыгнул правило брайл грандара энди попрыжки легенда энви энвин только ты можешь такой блинг дать там там вот посмотреть лес густой друзья густейший лес по периметру карты там столько деревьев ты прямо в любое место но он прыгнул под тир-2 там где потенциально крэйзи могли т.п брайл сразу инвиз ну поперла игра конечно крэйзи ошибается соперник опять находит эйса стан сразу фокус бакабай открутилась вела четко и долетела калатом тут он мне кого-то его урса убьет просто руками powers punch хороший урса оверповаром это кентавр 2 прыгнуть прыгнуть дальше такерка просит поймает убьют колдебро есть еще пожить нет пресс-файром сдули но полправа поставлять ваш я думаю дилера один ну да поэтому сейчас ждем телепорта тенге куда-то вниз на т2 или пешком пойдет а там тпкд все понял курсом готов драться просто готов драться под него нужно сыграть драконайт отхиливается пока весел битов малис и надо прыгать копея добивайтесь дк прыгает бкб прилетел только что драконайту прилетел он сразу заезжал его вот это момент вот это тайминг и просто падает команда cloud 9 прямо сейчас фантастика вот это тайминг правил байтил на себя и поверили в этот байт команда cloud 9 на но это четко это прям супер четко от crazy было сыграно просто браво этим вайп красиво реально красиво да не хватило не хватило убить даже драконайта изначально они решили полезть когда гирокоптер погиб ждали энвен пришел бкб здорово и не было прям уже неприлично неприличная да уже убили здесь сайленс вообще по моему не работает на квапе он его не успел в тайминг собрать ну что значит не работает сайленс это ты прыгаешь допустим мирану кинул шаду страйк под сайленсом дал скрим против коров не работает ладно так скажу я говорю в тайминг не попал что значит не работа конечно когда у тебя когда у соперника shadow blade плюс бкб твой сайленс первым артефактом не работает а это вполне себе нормально копают для того и берется в мид чтобы снова более чтобы темп поддерживать там должен был сайленс появится когда у драгонайт еще амулет я покупал там темп должен был там должен быть сноубол он не успел в тайминг конечно берешь корпу на второй пик под тебя берут драгонайта и ты не можешь просто здесь там попасть тебе тебе не дают там куда-то ходить гангать ну я ошибался энвес справедливости ради особенно тот случай со сноуболом так ну может быть сейчас что-то получится шарты гирокоптер застрял опять нет force где просто а у вести вести мизери sonic wave оттолкнуть плохо никто не погибет до нажал такими к башку брайл там игроку объем трубу к бы не нажимал кстати ну нет sonic вы его нет dark рифта сейчас тела чена также отсутствуют у рейдинг есть аегисы сыр и значит можно пользоваться плюс под контролем 4 бан сейчас быстренько там пробежатся ауи заберет да и аванпост и так понимаю под контролем команды рейдинг в общем а по ауи нашел пайлы да я star что он войной по не танцс суммонит кого-то к себе похоже да да призвал призвал клапу тут уже перехват от брайлом онлайн шаду и сейчас брайл бэм и стрела в тайминг январь ну зачем ты меня призвал ну зачем нормально мне было зато чем они убили принципе норм 15 тысяч буквально 57 минут назад преимущество было три уже 15 осталось просто довести игру до победы команде crazy перехватывает кизу и избежать кизу здесь прыгает удачно крипа и в самого гирокоптер но и урса и обессов а мама 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 ма 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 линтерсер спасает ладно хоть overpower не был включен тп от эйса получится но и бкб крипски будет хорошо пока команда от айр надо это отметить не получается у рейдинтов каменных граунд зайти потому что клипа всегда они бегают ищут эти фраги где-то находят они тут по центру с хорошая пачка идет вот с ней можно попробовать тир-2 сломать так где а у и урса так забавно настакал кентавру стаки ритле это но скажем если бы до винтер с кирса скитер включил overpower то он бы так настакал штуку ну максимум 13 просто отъехал вот нашли 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 мизери визор уйдет не дар крифт есть шмоты конечно мало мне не не успеют забрать понимали вот это бёрст андерлорда на андерлорда просто шмоток нет я просто думал что он уйдет потому что он толстый а он не ушел потому что у него просто фейзы все что он купил за 28 немного немного что по центру на хай граунд брайл а форма заканчивается они будут гангать бегать они будут искать команду cloud 9 избивать брайл может взять на двадцатом левеле правый талант снизить себе кт на ультимейты просто быстрее это все делать заканчивать но там в том числе что blade бкб пайла и дай умер тем временем the envy envy light shadow envy блинкуйся пока не поздно пол секунды просто на убийство ну здесь уже до 7 7 смерти 2 в команде больше только у мизери да и стрелу кинул еще один центр как же снакин хочет девард эту точку артик бёрн бежать брайл ищет фраг главное надо собраться вместе провести одну драку и сдаться ну то есть что что то так там умер тут удар от этого свою ситуацию не улучшаете никаким образом да вы отдаляете возможное время снесения вашей базы я надеюсь что cloud 9 сейчас размышляют второй картой уже и придут вместе к выводу что начинать драфт чем queen of pain это слабо в текущих реалиях да это не настолько такая сигнатурка отыгранная от envy чтобы можно прям брать сразу на первый пик на первый раз и он скорее всего не забанят вы ее если она вам реально нужно позже возьмете вы открываете мидера под которого подстроиться очень легко ирокоптера снакинг винтер скверс надо дать не успел скобочках не нажал минус а те временем винтер виверна там где там дер лорд умер мидер скверска я отработал и центр урса даже в этом всем не участвовал кг согласились написали легкая для команды crazy друзья в этом матче пока вылаз просто вы нас вообще не те клаудная что были в последние дни что обыгрывали evil geniuses вот давай так я мне в чате там сообщение понравилось да вот мы тоже говорили что вот клаудная наконец-то все стрик сорван вот это вот матч с егэ и потом убили без кост и фурия и ты так смотришь да вроде бы три победы подряд а потом думаешь без кост фурия команд на турнире нет егэ рофлет то есть все достижение команды клубная что не две карту егэ у микса забрали по факту это как бы даже быть момент который наоборот подтверждает до теории том что кладная все плохо ну клубная принципе не могут штаб абсолютно всем проиграть как они должны обыгрывать у них получилось обыграть на тот момент мы как-то без кост еще высоко котировали без кост вспоминаем как они вторую карту хорошо провели против cloud nine но потом эти эти же без кост сливают карту фурии понимаю что там все лагали и так далее но тем не менее ну да пожалуй здесь правда cloud nine просто слабее команда классом сейчас чем crazy намного ну все еще при грамотных драфтах войну вы с вами с вами сможем увидеть друзья но к этим драфтом надо будет вернуться чуть попозже пока пауза и отдохнем немножко увидимся уже совсем скоро услышимся точнее друзья не уходите ночью впереди еще